Три города, три города Побратима. Это город Минск, это город Чикаго, это город Нью-Йорк. И два корреспондента, которые сейчас буквально через несколько секунд начинают нашу программу. Я только хочу объявить наши координаты, как нам можно позвонить, как нас можно слышать. Телефон 224-795-7796, это телефон прямого эфира. Телефон параллельный, это 847-226-9956. Сангейтс, солнечные ворота на конце буква С. Сангейтс 1-0-8, это наш скайп. Ну и главное, где нас можно слышать, это сангейтсрадио.ком, сангейтсрадио.ком. Сегодняшняя программа это белорусская провинция и город, взаимодействие старой городской культуры и проникновение культур провинциальных. Вот об этом мы будем говорить сегодня. Мне хотелось бы представить наших независимых корреспондентов на территории Минска-Беларусь. Это Татьяна Снитко. Татьяна, здравствуйте. Еще одна последняя ремарка. Программа идет на белорусском языке. Те, кто не пугайтесь, потому что действительно на белорусском языке, причем, что самое интересное, впервые в Соединенных Штатах Америки, поэтому... Почнем. Ну, сдается, я почну. Провитание еще раз усим. Мы протягиваем цикл программ на белорусской мове. Был, произошел такой момент, когда просто захотелось на территории излученных Штатов Америки разговлять на белорусской мове, на которой сегодня и у Белоруссии не все разговляют, и даже президент страны, не ведая белорусской мовы. Но мы вот так вот на территории излученных Штатов будем разговлять по белорусскому, не глядячи ни на что. Программа сегодня такая культурологичная, и первое, с чего бы я хотел начать, и Татьяна со мной погодится, сдается, что до того, как пройшел час белорусской мовы, недзе в годе 88-м пройшел таки великий час белорусской мовы на некольки гаду, недзе в Минску, в любом крупном городе Белоруссии. Человек, який разговляет на белорусской мове, спрымауся, не, не як колгасник, не як человек неадукованный, не, и он спрымауся, як вязковый интеллигент. Вось, что нас, я не ведаю, у тебя такое чувание было, калі-небудь, Таня, калі памятаешь той час? Я памятаю той час, и у меня были некольки знайомых, які говорили часто по-белорусскому, и это была правильная белорусская мова, и это были журналисты, поэты, письменники, з Нинска, а так сама з города, дзе я выросла, з Солигорска, вот это была кола интеллигенции. Ну, я ще были вязковые наставники, мае сваяки, не тольки, саправды, ты маеш рацию. Я бы хотел с гэтага и пачать. Справу тым, што, калі мы можем казаць про выкладанне у школах белорусской мовы, то выкладанне было настолько дренным, як я разумею, бо я ведаю, што, як выкладали у школах белорусскую мову, гэта перше. И другое, мне за учёды падавалося, што падручніки пры за советским часам по белорусской мове и асабліва по белорусской литературы складалі, ну, нейкі ворагі. Ну, по белорусской мове ўжо добра, мова і она і ёсть мова, і она мае свае законы, і по гэтых законах ей выкладаюць. Ось, по белорусской литературы, мне здаецца гэта нейкі диверсант, піса ўсе падручніки, піякіх вучылі белорусскую литературу. Бо мы выходзіле са школы, сярэдній едукацій, твёрдо верачы, што галовны белорусскі герой гэта дед талаш литературны, хоч я не ведаю, чаму ёну вогулі герой, але тым не менш. Дед талаш ўна все. Што першая поэзія, першая поэзія белорусская, першая белорусскі поэт гэта Кондрат Кондратович Шатрахович, Крапіва, так зван. Кондрат Крапіва. Гэта першы белорусскі поэт. І што ў белорусской литературы ёсць две, два галовных творы. Першая гэта новая земля, яку ў межыншым ў школі не выкладали, так каб ад коркі да коркі. І людзі на болоті Ивана Меліжа. І вось гэта уражанне таго, што ўся белорусская литература заходзіць з провінцій, заходзіць з... Ярослав, я прошу прощення, малая земля, это, которая... Брежнева малая земля? Ой, новая земля, новая земля. Новая земля, новая земля, новая земля. А то я уже испугался. Не-не-не-не. Переклали на белорусскую мову малую землю. Ну, новая земля, зразумелось, як і богу, малую ніхто не прокладав. І вось гэта уражанне таго, што ўся белорусская литература заходзіць з провінцій, жыве праблемамі провінцій, яно вось так складалася ў дзіцячых мазгах і потым выходзіла на вулицы. Саправды ў белорусской литературы ёсць была грацкая традыцца, я не ведаю, як зараз, здаецца зараз яна будзі бульш моцнай, калі будзіць новая творы. Але тады грацкі раман і грацкая литература, яна складалася так. Гэта Караткевич і Крыху Шамякіна. І вось здаецца ўсё. Далей. Калі вучылі белорускую паэзію, выдаднішы паэт белорускі Аркадь Кулешоў, лірык. Але Аркадзе Кулешова ў школе пастягу брыгады. Паяма стяг брыгады, якая, ну, вогулі, не яго. Але вось такім нам падаваўся Аркадзе Кулешоў, паслэ, калі мы атрымлівалі срэдню адукацію. І вось гэтае расслоэнне, яно недзе ў 70-х, ў пачатку 80-х гаду, яно аформілася таким чынам, што ў саюзі пісьменніку ў Беларусі было 460 членов, калі я там был, но гэта ўже був конец 80-х гаду. А гэта ўже пазніе. Гэта гэта... Хабарам пра літературу. Пра пісьменнікаў, і 90-е гады, гэта ўже пазніе. Гэта гэта было пазніе, гэта був пачатак 90-х, але я просто хачу казаць, што ўсі тыя члены саюзі пісьменнікуў, ну, не улічваючы молодых, яны прайшлі ў саюзі пісьменніку ў недзе ў канцы 60-х, пачатку 70-х гаду. І тое, што там адбывалася, калі можна была адзначыцься, ну, я не ведаю, ваэнная тема быкаў зразумела, Светлана Алексіевич, яна не па особку стаяла, я ў саюзі пісьменніку навыць не бачуў, яна не хацела імець нікого дачыння до гэта. Усё астатне гэта гэта вось пелцы дуброўкі, людзі, які вышлі ў першым пакаленні з провінцыі, і вось гэта першая провінціяльнае пакаленні, яно складала гэта, я не магу яго назваць культурны пласт, але пласт такі был, ён існаваў. І яны дыктовалі не к сваюў мовы, яны нагара выдавалі тыя кнігі, які ніхту і не чытаў, які ніхты не ведав навыць прозвіщи ў дакіх, але тым не имеўш, гэта макулатурны слой, ён складаўся ў беларускай літературы, і навыснові гэта 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 гэтаага гэта 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 гэга. что белорусская мова, гэта мова не городская, и одночасово городский слой, який просто уходил от белорусской мовы, было немодно, скажем так. Может, у тебя, Татьяна, и были, и были, разумело, связи, знакомства твоего кола, але откажи мне на одно пытание. Ты все ж была в этом коле, яким чином ты пайшла до этого кола, тому, что середняя школа тебе дать такое имкнение не могла, скажем так. Середняя школа отбила в уголе мою любовь до белорусской литературы, скажем так. Я училась в звычайной, провинцейной, городской русской школе. Ну, провинцейной, таки город, там сто тысяч насельниц, пони столица, один из великих райцентров в Беларуси. Але, коли из третьего класса ты выучаешь эту мову, ты разумеешь, что ты действо бабули у везцы белорусской научиваешься в детинстве, потом проезжаешь в осень у звездки, ты починаешь по-русски говорить, все это плыдать, потом ты идешь в школу, ты починаешь говорить по-русски правильно, и забываешь уже эту белорусскую мову правильную, а потом ты в третьем классе починаешь выучать, и заново, ну, як бы по-новой, ты ставишь свое умовление. Реште-реш, в классе шостом ты приходишь в театральный бурток, и там тебе ставить правильную, сценичную русскую мову, и ты бачишь, что ты мову не ведаешь, ты растешь таким, каким-нибудь билингвистичным абсолютно человеком, и тебе идет некая не тросянка, а некая такая фонетичная тросянка, а бывает и тросянка такая лексичная, то, как ты бутаешь, бутаешь, и уреште-реште выходишь со школы, и ты ведаешь гэтые мовы, а за гэтый час ты полюбила там Пушкина с Лермонтовым, але ненавидишь уже эти люди на болоте абсолютно. Ну, мне было вельми соровно, а когда на первом курсе, в 89-м годе, первого курса, мы сдавали залит по белорусской литературе, оказалось, что мы ее не любим, не ведаем больше из нас, что на вот-вот, однокурсники, які учились в Менску, некоторые из них лепее ведали мову литературу, чем... Ну, и не ведаю, я кусей, я про себе кажу, а потом уже, я пришла до гэтого, калі пачала сама друкавацца, вось мае сябры пісалі нешта, у нетых газет на часобісных, литературных, журналистых колах, крытыкі, там розныя сябры бали, гэтак далей, не як уже вось пранікаючыся іхніми творамі, інтерэсамі, і це баў час, калі ўже конец восьмдесятых, початок девяностых, стаў часом, калі правильная беларускай литературна мова ў умовлений і написані була прэкметай литарності. Ну, я хашу узгадаць адзін выбадак з жыця беларускай далі бачыня, калі мы праводзіли кастинг, нам патабавался дзеўчына, ведучая на беларускай мові, і першая умову кастангу была нейкі верш на беларускай мові, калі ласка прачытаеці, і што ж ты думаеш, не навад девяносты девять, а сто працэнтаў з ўсіх дзеўчат, які прыходзіли і чыталі верш на беларускай мові, сто працэнтаў, чыталі ганарыстага парсюка. Сумасын. Крапівы. Сто працэнтаў. Гэта было неверагодна. Мы говорили, а што вы ёсше па беларускай мові? Што вы вывучылі? Вазміць вывучыць. Яны ўсе вывучылі ганарыстага парсюка і ўсе чыталі яго. Захліва. І дарэчы, можна я перапыню на хвилінку? Я лічу, і тады лічыла, і зараз лічу, што са школьной праграмы савецкай школы па беларускай літературы наўлепшы верш гэта ўрувак з паэмы Паулюка Труса падаюць сняжынкі дээменты росы. У мене дарэчы тады, тады, вось, калі мы это учылі, был год 85-10, і я думала, куды ж падзіваўся Паулюк Трус? Тады мы не ведалі яшчы пра растрыляных, это ж було яшчы да перабудовы. Я ўсё ламала галаву, куды ж ян падзівся, і тадалей. І інші письменнікі, некаторые. Так што, яшчы замаучвання гістарычных фактав, адыграла ролю, што мы не пабачылі ў датсінсты, вельми шматчага добрыга літературы. Ну да, ў гэтай країні нарабілі многа, там більш, што Беларусі було две до вайны, і пасля вайны так і засталося, две, як мені паддаецца, але палітыка русізаціі на ўсходній Беларусі і палітыка палынізаціі на заходній Беларусі зарабілі, ну, здаецца, вот с того, таку чорчорную справу. І може ўсё ж с ўсходній Беларусі мы отрымали більш літературу, чым сті мы і отрымали з заходній Беларусі, бо палінізація была вельми і вельми сурйозной. Тут нужно прымать, і калі ми кажем, што ўсё ж было може добра сьогодній Беларусь об'єднать на правах федеративних з Польщей і знову створыць рэч паспалітою, не трэба забываць, што палітыка палінізація так само была вельми і вельми моцный на заходній Беларусі. Тому з ўсходній мы отрымали большую частку літературы, і так отрымалася, што большая частка беларускай літературы, яна так і завецца, як она звалася ў падручніках. Беларускай савецкая література. І толькі маленькі-маленькі гістарычны пласт мы ведаем ну і то, чому вучылі нават у інстытуці ўжо, гэта такі пласт ну, мы не ўсё разумелі, скажім так. Толькі што пінскую шляхту. Ну, пінскую шляхту, яшча Дуніна Марцинкевича можна було не ўспрымаць, і то пінская шляхта ад нас ўжо была вельми вельми далёкая. Асноўны, галоўны пласт беларускай літературы мы ўспрымалі, як беларускую савецкую літературу. І ўжо нікуды не падацца адсюль яна і з'являецца мінавіта беларускай савецкай. І толькі потым ўжо ўгады перабудовы ўзніклі тутэйшія, ўзніклі маладыя аб'яднанні, які не як спалучылі літературу і з горадам, і з... ну, і просто з молодзю. Бо молаць было не заставець шытаць нешта па беларуску, нешта на беларускай мові. І ось гэта першы шаг да нова... першы крок, даруіця, да новага, маладога... да новых людзей, да... вось гэтых... тых, хто прайшоў тады. Ну, ён можас палучыў молаць з літературай. А так, ўсё було божь, як ты кажеш. хто прайшоў... хто прайшоў... хто прайшоў... хто прайшоў... хто прайшоў... хто прайшоў...